Высокая температура, слабость, боль в груди, отдышка. Это симптомы, которые пришлось испытать на себе Олесе Шубиной. В июле у женщины обнаружили коронавирус. Две недели назад ее выписали из стационара, но отголоски болезни до сих пор дают о себе знать. Если раньше я могла спокойно, там седьмого этажа, вверх, вниз, сейчас я такого вообще не могу себе позволить. Дошел до кухни, устал, лег. Стал вытереть пыль, устал, лег. Вот этот реабилитационный период. Если где-то по быстренькому прошелся, где-то ускорил шаг, начинается отдышка. Олесю лечили в 12-й горбольнице. Она не понимает, почему ей до сих пор тяжело. Так ударил по здоровью опасный вирус, или лечение было несвоевременным и не слишком качественным. По словам женщины, сначала она долго не могла добиться госпитализации, потом хоть какого-то лечения в больнице. Я реально понимаю, что 50% поражения легких просто так бесследно для моего организма, думаю, не пройдут. И неизвестно, чем это вылезет. Что это будет через полгода, что через год. Может быть, это будет какая-то повторная пневмония или еще что-то. Конечно, страшно. Страшно, если бы все это не было так серьезно. Еще одна переболевшая COVID-19, жительница Барнаула Евгения, говорит о том, что кашель не отпускает уже больше месяца. Невидимый враг за короткое время валит с ног людей и быстро передается от одного человека к другому. Нерезко болеет целыми семьями. У Юлии пожилая мама и маленькая дочь. После долгих недель болезни девочка пошла на поправку, чего не скажешь о родителях. Мы почти шли все на выздоровление. И вчера мне дали направление на КТ. Они же просто не хотели мне его давать. А у меня, оказывается, мне кажется, вообще легкие болели с самого начала. Я же просто не знаю, что это такое. Первый раз с этим столкнулась. Но у меня уже двусторонняя пневмония. У меня температура 37. И у меня же маму до сих пор не пришел ни разу врач. У нее вчера пришел мазок, что у нее тоже положительный. Насколько опасен COVID-19 своими последствиями, мы решили узнать у лечащих от короны местных врачей. Но столкнулись с тем, что медики эту информацию словно скрывают. Говорить о рисках для здоровья не согласился ни один из 20 опрошенных врачей. Ну, я вот не готова на ваши вопросы таким образом отвечать, если честно. Это вот все, еще раз вам объясняю, не обсуждается. Потому что я знаю, как потом это все может быть вывернуто против нас. А вот медики из других стран и регионов России оказались более открытыми. Питерский врач, к примеру, обращает внимание на удар от ковида по нервной системе. А зарубежный специалист по иммунитету в целом. Снижается память, человек становится рассеянным. Очень многие же говорят об усталости, снижении работоспособности. Это все мозговые функции, которые тоже, бывает, что страдают и убивают их дефицит. Мы хотим понять механизмы. Возможно, это из-за воспаления, которое мы видели в результате реакции организма на борьбу с вирусом. Или это поствирусная усталость, или что-то подобное. Пока единственный источник информации о коронном вопросе – интернет. Насколько эффективно множество порой противоречивых мнений, не берутся оценивать даже эксперты. Но влияние вируса на организм переболевшие барнаульцы уже ощутили и называют ковид настоящим ударом по здоровью. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.